Александр Самедов Ваши ожидания и то, что в итоге получилась, реальность, насколько они отличались друг от друга? Ну, они очень сильно отличались. Конечно же, ожидания были такие, что... Ну, в любом случае, конечно, хочется выступить на таком турнире. Удачно и ожидания были в любом случае выйти из группы, конечно же. Но в итоге, как все получилось, это провал. Провал по результату. Был ли провал по психологии? Если был, то было внутри команды ощущение, что в какой-то момент все пошло под откос? Да нет, ну как? Перед последней игрой все было в наших руках. Провал получился и по результату, и по игре. Но психологического провала я не увидел. Не могу сказать, что в психологии как-то что-то. Именно, мне кажется, просто игра и результаты, это, конечно, провал полный. Ты ехал на Евро. Ну, понятно, что любой игрок хочет играть. Но все-таки где-то в глубине души ты понимал, что, может быть, тренер не видит тебя в стартовом составе. То есть ты был готов к этой роли? Конечно же, я был готов к этой роли в каком-то смысле. Потому что я думаю, что сборная – это та команда, где надо выбирать свои амбиции куда-нибудь подальше. Но в любом случае, я надеялся, что у меня будет шанс по ходу турнира как-то, я не знаю. Но я верил, что мне предоставят шансы. Ну, вот эти 20 минут при счете 0-3, наверное, шансом назвать нельзя. Ну, я не считаю, что это шанс. Полейщики по ходу турнира в комментариях очень часто писали о тебе, когда уже, наконец, выпустят Сашу Самедову. Что за игра на флангах такая, которая не работает и не снабжает нападающего и так далее, и так далее. Ты все это видел? Нет, конечно, я это все не видел, потому что я стараюсь не читать эти все комментарии, эти все вещи. Ну, опять же, если исходить из того, что я видел, как вкладывается игра и как все происходит на футбольном поле, я надеялся, что предоставится возможность. Надеялся на это. Тренер дал большое интервью, главный тренер сборной, и, помимо всего прочего, там прозвучал тезис, такой не особо литературный, который был рожден вместе с игроками. Среди этих игроков, которые пришли к Слуцкому в номер, сразу после поражения, ты был среди них? Нет, конечно. Почему? Потому что ты не согласен с этим тезисом или потому что ты просто, не играя, не чувствовал себя вовлеченным в этот процесс? Ты имеешь в виду, почему я не оказался в группе тех игроков, кто пришел к главному тренеру? Ну, я не в таких отношениях с этим человеком. Во-первых. Во-вторых, понятно, что мы провалились, но я не думал, что... Не знаю, как будет звучать в интервью именно такой, что какая-то группа футболистов зашла ему. Я не знаю, кто эти люди были, какие именно футболисты. Могу только догадываться. Но я не думаю, что их было много. А вообще вот сам тезис. Сейчас, по сути, вся страна с этим живет, потому что если главный тренер сборной так сказал, то, видимо, действительно как-то так. Ну, если это сказал главный тренер сборной, то я не знаю, что каждый так считает. Да, это первое. Но то, что мы провалились и то, что за этот турнир абсолютно каждому, кто играл, кто не играл, потому что нельзя разделять. Это наш, наверное, мы показали свой уровень и действительно. Хотя я думаю, что даже в том составе, в котором приехал сборной 7, мне кажется, можно было выступить лучше. Но это мое мнение. Но мы провалились и это факт. И за это, конечно, безумно стыдно и перед болельщиками, перед людьми. Это действительно после третьей игры был безумный стыд. Вот и все. За то, что мы показали. Это факт. Саша, сейчас новый тренер будет сборной. Пока неизвестно кто, но понятно, что будет новый. И новый тренер всегда новая философия. Зачастую какие-то новые лозунги. Это новая история. Ну, не надоело? Ну, что значит не надоело? В плане того, что таковые реалии. Да. Команда провалилась. Понятно, что нужны какие-то изменения. Понятно, что через два года масштаб для российского футбола очень важный наступает период. Так что надо что-то делать, наверное. И люди это делают. 32 года. Сейчас, в принципе, в мировом футболе пошла такая мода у возрастных футболистов, относительно возрастных футболистов, заявлять во всеуслышание об окончании карьеры в сборной. Посещали ли тебя такие мысли? Или чемпионат мира 18-го к этому идёт? Посещали и... Посещали как бы, да, но... Я решил для себя, что у меня есть еще силы и, по крайней мере, если я буду нужен, я принял решение, что я еще как бы готов, по крайней мере, для себя принял решение. Если же нет, значит, буду делать свое дело в клубе, вот и все. Насколько тяжело переключиться на клуб было, и вот без таких, пожалуйста, стандартных тезисов о профессионализме? Я тебе абсолютно честно скажу, что мне было... Я отвечу так, что после чемпионата мира было гораздо сложнее мне это сделать, гораздо сложнее. Сейчас, как бы, я очень рад был вернуться, увидеть свою команду, увидеть своих партнеров. Просто, как бы, отдушина такая... Я как-то уже... Ну, в общем, это все гораздо легче, чем два года назад было. Потому что два года назад я испытывал безумную депрессию после того, что случилось. Причем ты чуть ли не спешил в клуб. То есть, насколько я знаю, то срок отпуска во многом зависел и от пожеланий футболистов. И ты сказал 10 дней и больше не надо. Да, в этот раз я просто хотел... Я понимал, что мне надо отдохнуть какое-то время, но мне не нужно там 2 недели, 20 дней. Мне вполне достаточно 10 дней. Я побыл в семье и начал готовиться. То есть, я хотел как можно быстрее оказаться в клубе. За стол, да, небольшую часть московского сбора и сразу сюда. В этом месте ты уже не в первый раз. Чем оно вот нравится? Насколько я понимаю, вы тоже, да, обсуждаете же, куда ехать? Нет, с нами это не обсуждают. Наверное, все-таки тренерский штаб принимает решение. Просто говорят, что заборы будут там-то, там-то. Ну, место, на самом деле, потрясающе. Очень красиво. И тут, на самом деле, я не знаю, снимали вы это, не снимали, показывали болельщикам. Здесь есть все условия, плюс я считаю, что нам повезло с погодой, потому что в таких условиях гораздо легче все это переносить. Просто хорошее место и сюда всегда приятно приезжать. Здесь еще инфраструктура потрясающая. То есть, в прошлом году я просто даже не видел, что вот там под землей, на той стороне дороги, есть теннисные корты, боулинг, пляжный волейбол. Ты пользуешься этими? Нет, вот ты мне сейчас сказал, я этого не знал. Кстати, боулинг есть. Там есть боулинг, бильярды, теннисные корты, грунтовые. Ты не пользуешься всем этим? Да и в две тренировки когда этим пользоваться? Между ними? Между ними отдохнуть надо. Вот как ты отдыхаешь? Это дневной сон? Ты знаешь, последние 2-3 дня я сплю днем. Обычно я стараюсь не спать, потому что это влияет на ночной сон. Но вот, например, что-то я так 2 дня подустал и вырубался днем. Если не сон и стараешься не засыпать, то чем себя занимаешь? У меня все просто, на самом деле банально, как всегда. Либо это просмотр сериала, либо просматриваю игры новичков Бруклина. Мне это все интересно, нравится. Так что у меня все очень банально. Наверное, это еще и разговоры с семьей, с домом. Ну это само собой, конечно. Ну вот это само собой, но это интересно. Разговоры с семьей? Да. Все-таки у тебя пополнение было относительно не так давно. Расскажи, как общаетесь? Скайп этот? Фейстайм на телефоне с женой постоянно. Показывает мне, как он растет. То есть, как-то так. Что ты еще хочешь знать по поводу этого? Ну вот помню, что у тебя же на бутсах имя супруги и сына первое, соответственно. И ты говорил, что будешь бутсы новые заказывать. Уже сделали, да. На правой ноге, как всегда, Сэм 19 и Богдан. А на левой ноге Юля и Илья. То есть, со мной мой старший сын на правой ноге, а на левой ноге Илья и Юля. Уже сейчас в этих бутсах? Да. Адидас в этом смысле мне все время. Все делаю быстро. Если вспоминать твои первые сборы, ты так же переживал разлуку с домом или это было тяжелее? Или наоборот? Как вообще, в принципе, ощущения? Первые сборы, когда ты имеешь в виду, когда я вообще молодой был. Вообще профессионально. Ну, конечно, это было легче. Сборы – это было счастье. То есть, и раньше сборы были гораздо дольше. Раньше мы попадали на сборы по три недели. То есть, и это было совсем все по-другому. А сейчас здесь вроде бы 10 дней, и кажется, что все быстро пройдет. А мы здесь только неделю, и очень хочется домой к семье. Это совсем два разных периода, когда тем более у тебя есть дети. На какой день сборов ты понимаешь, что ты уже потихонечку ненавидишь партнеров? Ты знаешь, именно нет, не в партнерах дело, но на самом деле, когда у нас после игры была утренняя тренировка, мы какого числа играли? Тринадцатого. Тринадцатого. А четырнадцатого у нас была одна тренировка, и что-то вот мы с утра тренировались, и делать было нечего как-то. Ну, отдохнули, такая тоска напала, и все пришли к выводу, что лучше тренироваться по два раза, потому что день проходит быстрее. Так что уже здесь на четвертый день захотелось домой. Понятно, что это все-таки необходимость тренироваться два раза, она в первую очередь не от того, что нечего делать, а чтобы подготовиться к сезону. Ну, конечно. Да, вот у тебя есть это вот понимание, что вот чемпионат уже очень скорый? Да. То есть надо как-то форсировать, набирать? Ну, если ты меня спрашиваешь, ребят все-таки отдохнули месяц. У меня был период 10 дней, потому что мы проделали очень большую работу в сборной, потому что мы делали тренировочный процесс был очень тяжелый. И другой вопрос, что это нам не помогло. Но я не могу сказать, что я сильно как-то растренировался, и в принципе я себя чувствую уже довольно-таки неплохо. Самое главное, чтобы болячки не вылезали какие-то. А именно функционально, то есть я чувствую по своему организму, что все довольно-таки неплохо, и до чемпионата еще чуть меньше двух недель есть самое время как бы добрать эти нужные кондиции. На самом деле даже по Ларьяну было видно, что ты в кондициях. То есть даже если сравнивать с зимними сборами, то иногда складывается ощущение, что возрастные футболисты, они как-то подходят к сборам, к набору формы более степенно, так спокойно, со знанием дела. Ты уже в форме? Ну, я думаю, что не в форме, потому что, опять же, я не люблю все эти товарищеские игры на сборах, и к ним отношусь очень так. Понятно, что это нельзя, может быть, так говорить, но я очень осторожен. И самое главное набегать на функционально, как бы я смотрю через призму каких-то, может быть, пониманий какое-то наладить, свое функциональное состояние. Самое важное то, что я понял за эти все годы, никогда не делайте выводы по товарищеским играм. Ну, по крайней мере, это моя точка зрения. Сборы, они, в общем-то, заканчиваются, и можно уже делать какие-то выводы по ощущениям? То есть, понятно, что результаты все покажут, но вот по ощущениям можно делать? По ощущениям того, что все ли удалось, все ли выполнено, в какой форме, тебе есть чем сравнивать? Ну, насколько я знаю, план удался, да. Сыграли игру, то есть, ребята проделали работу большую. Мы там попозже, к которой ребята присоединили сборники, тоже проделали. Я думаю, в этом плане все идет ровно. Погода, да, может быть, внесла какие-то там нюансы свои, но я думаю, что не сильно повлияло. Все, что хотели мы сделать, тренерский штаб от нас требовал, мы, в принципе, выполнили. Плюс еще есть время. Саш, сезон совсем скоро, и ты к нему подходишь в ранге лучшего футболиста «Локомотива» по мнению болельщиков в сезоне минувшем. Давит это как-то дополнительно? Просто понимание того, что болельщики, они именно в тебя верят. Они именно надеются, что ты на 90-й минуте что-то сделаешь. Ну, то, что я опытный футболист, и я понимаю, что в любом случае в этой команде многие многого, наверное, ждут от меня и понят, что я на футбольном поле должен стараться быть лидером и делать там вещи, помогать команде своими голами или своими передачами. То есть, конечно, я это понимаю. Ну, это не давит, но я это понимаю. Спасибо болельщикам за это признание. То есть, новый сезон. Надеюсь и верю, что он гораздо удачнее сложится для нас. Ну, ты сегодня с тренировки ушел последним и стоял и отрабатывал штрафные удары. Это, наверное, к этому пониманию, да? Да, я стараюсь работать. Да нет, на самом деле, просто сегодня была возможность побить, остаться и поставил ли с Алексеевичем стенку. И поисполняли, дали мне возможность. Потому что, бывает, нас гонят, за наши мышцы переживают, не дают побить, а сегодня разрешили. Так что я этим воспользовался. Ну, ты говоришь, да, спокойно в отношении к сборам. А ты, когда забил со штрафного, ты радовался, как будто, не знаю, первый гол в твоих орехах. Ну да, потому что у меня эти новые бутсы, я их сейчас разбиваю. Это новая модель Adidas. И мне надо понимать, как, чего. И, наконец-то, я там сделал 12 ударов или 15. В итоге последний залетел. Красивый тем более. Я очень обрадовался. Не хотелось уходить в тренировки. Тем более, Алексей сказал, все, давай последний бей и все. И, в итоге, забил.